Такая плодотворная работа, мы будем делать, не обращайте внимания, да, только когда я смотрю то в одну камеру, то в другую, ну то есть, вот сегодня такие сдержки. Так, пока я говорю, я сразу залью желатин водой, у меня листовой желатин, я советую в данном рецепте использовать именно листовой желатин для начинки. Заливаем его холодной водой, пусть пока стоит. Но, если нет листового желатина, то по сути вы можете заменить его обычным, единственная пропорция воды 1 к 4. Так, что готовим, еще раз проговариваю, сегодня у нас с вами торт полено зефир. Кофе-шоколад, достаточно интересной и формы будет он, и вкусовым сочетанием, то есть, ну посмотрите, да, начнем мы с приготовления начинки. Я заранее сделала бисквит и уже вырезала. Сейчас покажу, рецепт бисквита у вас будет. Вот, если получится, я также загружу видео бисквита, то есть, я его отсняла, но чтобы не тратить время, да, потому что бисквит все равно должен отпечься, а потом он должен остыть. Ну, то есть, это время. Я выпекла и сразу разрезала его. Размер тут получается 25 на 8 сантиметров кусочек. Выпекала я просто на противне, да, вот. Единственное, у меня есть специальный коврик силиконовый для рулетов. Вот, он очень хорош, то есть, для таких вот плоских вещей, вот, ну, как бы, мне нравится. Поэтому, если нет у кого-то такого коврика, обязательно приобретите. Так, зависла. У меня пока идет вроде бы все, но пишите, если прям совсем что-то плохо. Так. Ой-ой-ой. Ага, все. Так вот, бисквит у меня готов. Шоколадный просто бисквит, классический. Это яйца, сахар. Рецепт, я как говорила, будет прописан. Единственное, здесь есть еще разрыхлитель. Далее мы сделаем начинку кофейный латте. Это, так скажем, своего рода ганаш. Сейчас я камеру переверну, то есть, меня, в принципе, сейчас лицезреть нет никакого. Никакого интереса. Так, одна камера. Вторая. Ой. Боже мой. С этой техникой. Раньше в одном в инстаграме, а теперь и тут, и сям. Ой, девочки, как это сложно все. Так. Здесь вообще я не пойму, у меня ничего не зависит. Ой-ой-ой. Были все комментарии. Теперь вообще комментарии нет у меня. О, все, появились, слава богу. Так вот. Да, сердечки пока старайтесь не пускать, потому что иначе мы вообще тут зависнем. Итак, что нам понадобится для начинки. Все граммовки, девочки, я пропишу, не переживайте. То есть, я думаю, сейчас нет смысла их там судорожно записывать и так далее. Все это будет, вы просто сможете заскринить экран. Вот. И на этом все. Так вот, в сотейнике у меня сливки, жирность 33%, сливки животные, может быть 35%, особо разницы нет. Далее в сотейнике также желток. Здравствуйте, Аня, красивый китель. Спасибо. Да, это я новенький прикупила. Так, что хотела сказать. Желток, сливки. Далее Бейлис. Бейлис, это такой ликер, кто не знает, его можно заменить на ром, на коньяк, на маретто, в принципе, тоже можно. Но мне больше всего нравится именно с Бейлис. У него такой, как раз таки, кофейный вкус. Далее, желатин листовой, как я и говорила, мы замочили его холодной водой и ждем, чтобы он стал мягким. И шоколад. Шоколад темный и молочный. Далее, далее. Теперь мы приступаем к приготовлению. Для этого я возьму сперва венчик. То есть нам нужно нагреть сливки вместе с желтком до небольшого загустения на среднем огне. У меня 800 ватт из 2000. Поставила 800, чуть меньше середины, так как все-таки это индукционная плита, она сильнее нагревает. Да, Бейлис я очень люблю. Я его часто кладу в пропитки. Вот, то есть пропитываю, особенно шоколадный бисквит. Вот, это очень вкусно и быстро, да. Вода, Бейлис. Обязательно перемешиваем. То есть вот он уже чуть-чуть прогрелся, чтобы желток у вас не свернулся. Добрый-добрый вечер. Девочки, смотрите, сделаем так. Я сейчас готовлю, да. Ну, то есть, а вопросы зададите позже. Для того, чтобы я не отвлекалась и, как говорится, не натворила чего-то лишнего. А то я такая могу. Также я сегодня расскажу о новом курсе, который скоро стартует. Вот, это очень большой курс. И сегодня будут открыты продажи уже для всех. Вот он начинает густеть. Буквально вот первые пузырьки пошли, то есть он немножко загустел. Не сильно, но вот слегка стал более плотным. Да, все верно. Далее берем шоколад. Заливаем. Нашей смесью немножко вот так промешаем. Следом тут же еще до конца я не перемешиваю. Наш желатин стал как тряпочка. Я его хорошенечко отжимаю. То есть, не пугаемся, да, что я без перчаток. Потому что сейчас начнутся противники тех, кто делает все руками. Это не на заказ. Вот, поэтому не нужно этого пугаться. Перемешиваем. Добавляем алкоголь. Так, добрый-добрый вечер. И не вижу я. И теперь нам нужно пробить эту смесь блендером. Если получится у вас размешать до однородной эмульсии, то по сути можно не пробивать. Здесь, да, практически та начинка, что и в сигарах, да, в курсе в нашем мужском. Но здесь увеличено количество желатина. Так как все-таки это зефирный торт, мне нужна более плотная текстура. Так, наша начинка готова. Так, секунду. Нужно мне все это дело убрать. Вот. Единственный минус данного блендера, то, что не снимается вот эта вот ножка. Вот. Так, секунду, я ее сразу ополосну, потому что потом ее помыть уже будет крайне тяжело. Так, здравствуйте. Это я читала. Думаю, что читала, что не читала. Перемешиваю еще раз. Единственный момент, да, я не знаю, успеет ли она застыть у меня до того момента, как мы уже, да, приготовим зефир. То есть сейчас это достаточно жидкая эмульсия. Мы вообще должны ее, по сути, разлить в форму и отправить в морозильную камеру до застывания. Я переливаю в кондитерский мешок. Девочки, эфир идет, все нормально. Напишите, пожалуйста. А то смотрю, тишина, хотя я ее, конечно, и попросила. Ну, мало ли, как говорится. Часть я разолью в форму, а часть я ставлю в мешке. Ну, то есть убьем двух зайцев, да, чтобы посмотреть, успеет ли застыть начинка или нет. Так, все, идет, все хорошо, отлично. У меня вот такая форма. Очень советую приобрести. Она, смотрите, с одной стороны квадратная, с другой стороны круглая. Вот, заливаете любую начинку, вот как муссовые торты, да, так и бисквитные. У вас получается сразу по формам, то есть можно палочки, да, нарезать, можно вот прям квадратики, да, вытащить. Ну, то есть как бы залили там одну начинку, вторую начинку, вытащили, и у вас получается многослойная начинка. То есть очень крутая форма. Отрезаю носик. Чтобы же еще и там, и там было видно. Так, и заливаем. То есть самый маленький квадрат я брать не буду. Так, а остаток, а остаток я просто уберу на время готовки в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. Вот эту часть я уберу в морозильную камеру, а эту в холодильник. Так, если такой формы нет, вы можете залить в любую плоскую форму, хоть в рамку. Заливаем в рамку и потом нарезаем. Только хорошо ее оборачиваем пищевой пленкой. Вот, в принципе, роли особой нет. Нет, если нет такой формы, это вообще не панацея. Так, возьму сейчас я зажим, для того, чтобы у меня ничего не вылилось. Да, девочки, я надеюсь, что сохранится эфир, дай бог, как говорится. Вот. Ну, по крайней мере, в планах это было. И рецепт, да, он будет. Все, я зафиксировала это, убираю в холодильник. То есть посмотрим, успеет застыть или нет. Будем надеяться. Так. Хотя бы немножко. То есть мне там не нужно суперплотное, не нужно суперплотное состояние. Вот. А здесь мне, конечно, да, нужно, чтобы это прям все хорошенько застыло. Вот. Поэтому посмотрим, успеет ли за это время, пока мы будем делать зефир, хоть как-то это застыть. Я хотела сделать ее заранее, но потом все-таки посчитала нужным, чтобы вы увидели процесс. Ну, на всякий случай у меня осталось чуть-чуть такой начинки, то есть показать вам, да, ее уже в готовом виде. Вот, допустим, да, вот такие формочки. Тоже они прекрасно подходят потом для заполнения каких-либо десертов. Вот. И она получается вот такая плотная. Немножко, когда она побудет при комнатной температуре, она станет жиже, но будет держать форму. Так. Как называется форма и где покупали? Девочки, честно, название я не знаю. Вот. Покупала я ее в Ростове. Вот. Ну, нужно смотреть по кондитерским магазинам. То есть я обычно, то есть как бы сейчас, я так сходу сказать не могу, обычно все ссылочки я даю в телеграм-канале. Недавно, вот, если спрашивает тот, кто у меня есть в телеграм-канале, то есть там я давала ссылку на или мир Китая, как-то так он называется, не помню. И вот как раз-таки там я брала вот эту форму. Вот. А кого нет, то присоединяйтесь. Там часто бывают полезности. Так. Так, так, так. Ой, заглянуть еще называется. Здравствуйте. Нашла. Так, хорошо. Так, эфир будет в записи. Планируем сохранить. Ага. Так. Далее у нас с вами Зефир. Так. Зефир. Кусочками такой. Кусочками такой красивый идет. Приходится брать блендер. Так. Не совсем поняла, что такое, такой красивый. Вот это что такое? Такой красивый или такой краситель? А какой краситель, тогда совсем я не поняла. Так. Прежде чем делать зефир, показать вам, да, что вообще нам понадобится, что нужно заранее подготовить. Смотрите. Торт мы будем делать вот в такой форме. Тоже очень круто. Покупала я ее, могу так сказать, помню, потому что, на Сима Ленд. Стоила она тогда вообще смешных денег, я не помню, 200 или, нет, не 200, на рублей 300 где-то. Вот. В чем суть этой формы? То есть, вот такая форма и сюда покупаются разные вкладыши, абсолютно любые. Но здесь уже шло с вкладышем. Здесь у меня как раз таки вкладыш кофе, зерна кофе. Вот. Вы вкладываете этот вкладыш и у вас получается форма для любого рулета, зефирного, муссового. Это очень как бы удобно. Я любитель всяких форм. Вот. Кто видел, да, мои стены, на которых все увешано. Я думаю, меня понял. Далее, нам нужно масло растительное. Эту форму обязательно смазать. Если не смажете, то у вас ничего не отойдет. И кисточкой проходимся, но слой должен быть адекватный. Не нужно, чтобы там что-то текло у вас. Обязательно бока. Я очень надеюсь, что мы успеем ее сегодня еще и вытащить, чтобы показать и завершить процесс. Вот. Но нужно будет смотреть, конечно, как он застынет, насколько быстро. Девочки, если буду пропускать чьи-то вопросы, не обижайтесь, то есть дублируйте, потому что, ну, как говорится, у меня два глаза, вот, вот, а экрана тоже два. Так, а если есть силиконовая форма, прямоугольная, ее тоже смазывать? Девочки, все силиконовые формы я стараюсь смазывать, для того, чтобы отошло все ровно. Вот. Но, по сути, можно и не смазывать, если эта форма крупная. но просто я вам говорю, как делаю я, я стараюсь все-таки смазать, чтобы нигде ничего там не оторвалось, все было ровненько. Так, все, форма наша промазана, то есть, все готовим заранее, да, об этом помним обязательно. Если нет формы, вы, в принципе, можете это сделать тортом, да, или взять какую-то прямоугольную рамку, можно взять прямоугольную какую-то металлическую форму, да, и выстелить ее, например, пищевой пленкой. то есть, я вам сразу накидываю идеи, да, какие можно вообще сделать. Если нет такой формы, в чем можно... О, только Светлану опередила я. Только как раз подумала, что возникнет такой вопрос. Можно в кольце делать. В кольце желательно простелить ацетатной пленкой. Простеливаете ацетатной пленкой, затем уже как торт обычный. Вот. И затем уже заполняете. Можно и так. Можно как торт сделать. Не обязательно рулет. То есть, я вам просто показываю сегодня вот такой вариант. Потому что, ну, на мой взгляд, это очень интересно выглядит. Вот. И тем более, я же говорю, вот такие коврики, они не знаю, как сейчас, в связи с этой ситуацией. Раньше они стоили вообще на Симолен, там, в районе 100-150 рублей вот такой коврик. Но вот для интереса, да, просто покажу вам. Вот. Мало ли, кто-то увидит где-то, да. Это вот такая форма вообще, вот по сути, она уже продавалась с этим вкладышем марка Доляна. Вот. Это самый бюджетный вариант. Бывают они супер дорогие, а бывают достаточно бюджетные. Далее. бывают коврики всякие к ним, вот посмотрите, допустим, да, вот такой текстурный. Их абсолютно одно. Девочки, одно на подложке у вас. Если вы делаете торт, то у вас дно на подложке, зачем его смазывать? Иначе он у вас укатится. Как обычный торт, то есть, в вашем понимании это не должно быть что-то другое. То есть, вы все делаете как с обычным тортом. Подложка, кольцо, ацетатная пленка и начинаете приготовить, начинаете отсадку все. Нет, я пленку не смазывала ничем. Когда я делаю торты круглой формы, да, зефирной, я ничем не смазываю. вот, далее, бисквит наш готов, как я и говорила, и также у меня здесь подготовлена смесь, которую мы уже будем обсыпать после того, как вытащим наш торт. Что у меня здесь? Какао, какао, вот, вспомнить бы, не помню, заранее делала смесь, то ли алкализированный, то ли обычный, не могу вспомнить, кажется, алкализированный, но можно взять и обычный, не суть, и сахарная пудра, пропорция один к одному, то есть, одна часть какао, одна часть сахарной пудры, то есть, все это перемешать, если есть комочки, то просеять, но по сути, просеивать не обязательно, потому что, в любом случае, мы наносить это будем все с помощью сита, для того, чтобы создать такой, знаете, бархатный эффект, на этом этапе, я надеюсь, вам все понятно, далее, для начинки, но это не обязательно, я буду еще использовать вот такие, криспос, шарики, вот, они также продаются в кондитерских магазинах, такие хрустящие, вот, можно их вообще не использовать, это, ну, так скажем, не нарушит, прям, вкус нашего десерта, так, здравствуйте, здравствуйте, сейчас, секунду, я гляну, что с начинкой, хотя бы, примерно, здесь, она у меня, прям, теплая, еще, так, сейчас я уберу пока в морозилку, так, начинка моя застывает, но, конечно, не так быстро, как мне хотелось бы, так, а можно мармеладки, ну, если у вас будет сочетаться кофе с мармеладкой, то можно, ну, я не знаю, просто, как это будет на вкус мармелад, он, ну, с чего вы его сделаете, то есть, вкусовое сочетание должно подходить в любом случае, вот, ну, то есть, как бы, вы можете, естественно, создавать там, да, на основе базового рецепта свое вкусовое сочетание, это я на вашей кухне не знал, вот, ну, я вам показываю, да, то вкусовое сочетание, которое хорошо сюда подходит, а так вы можете играться с чем угодно, теперь еще поставь так, чтобы в этот экран было все видно, так, если для детей, девочки, ну, в любом случае, дети кофе, я думаю, вряд ли будут любить, правильно, вот, то есть, тут нужно тогда полностью менять начинку, то есть, по принципу этого сделать свое какое-то другое сочетание, какое-то ягодное, да, вот, взять какую-то, какой-то ягодный зефир, плюс, какой-то ягодный мармелад, да, это как вариант, но, как бы, с кофе вряд ли дети вообще полюбят, полюбят даже с другой начинкой, обычно, не знаю, не любят они это, а если, из колы, девочки, у нас классика сегодня, можно, по сути, да, в сироп вы можете добавить колу, если мы будем делать классическую технологию, но, честно, не знаю я, у меня есть тоже зефир, допустим, но только он алкогольный, да, ром, нет, ром, кола, да, ром, кола, но я, честно, не фанат сильный таких вообще вещей, потому что, потому, но все-таки хотим добиться большей натуральности, вот, не пить, когда дети и так дополнительно напьются этой колы, еще и в зефир ее запихнуть, вот, еще больше всякой гадости, вот, поэтому пусть едят натуральное, хотя бы там, в домашних, в маминых, в бабушкиных десертах, так, кто ж меня знает, да, в курсе, что я противник вот этих зефиров из магазинных джемов, магазинных повидал и так далее, то есть, это вообще не мое, вот у нас на курсе, да, которые будут стартовать, у нас будет на варенье зефир, ну, так как, да, я знаю, что у многих целые залежи варенья, которые некуда девать, то есть, накрутят, одевать их некуда, вот, и, соответственно, ну, решила это сделать, но это на основе домашнего варенья, и это в основном, да, сделать для себя, потому что количество сахара будет каждый раз, естественно, сладость будет разная в любом случае, да, и текстура будет немного отличаться, вот, ну, то есть, как бы на заказ это одно, для себя это другое, но для себя любимой тоже можно купить ягоду и пробить ее блендером, то есть, в этом вообще нет ничего тяжелого, нежели купить готовый джем, ну, возьмите, и в магните, и везде есть упаковочки по 300 грамм, это ягоды, и стоит она, они намного дороже, чем этот джем, но это у вас уже будет не такая сладость, то есть, он не будет уже таким сладким, это будет натуральный точно продукт, без использования всякой гадости, которую мы и так можем купить в магазине, но это мое мнение, вот, понятно, что я его никому не навязываю, так, опоздала, что готовим сегодня, девочки, я не знаю, вот у меня так и не удалось на айфоне научиться закреплять тему, вот, то есть у меня инста, да, сейчас на айфоне, вот, поэтому, еще раз повторяю, тема у нас зефирный торт полено, кофе, шоколад, вообще, у меня из махива вообще не получается, девочки, я знаю, что многие делают из махеева, вот, но это не так, что ты взял обычное пюре и заменил махеевым, понимаете, вот, но, еще раз повторюсь, я противник, махеев это тоже, вы не думайте, что там все прекрасно и в радуге, вот, это как с маслом, которое продают, да, недорогое масло, и пишут там точно постерилизованные только сливки и ничего более, а сравните дорогое масло и дешевое, я думаю, там результат будет наличь, налицо, то же самое с этими джемами, то есть вы должны понимать, что производитель не будет класть вам все прям идеально натуральное в любом случае, потому что никто не хочет, так скажем, иметь убытки, да, и задорого тоже продавать он не может, соответственно, ему нужно на чем-то сэкономить, вот, так, многие говорят, ну, просто вопрос, зачем вам это нужно на этом джеме делать, для чего, я не пойму, но это насколько лень матушка должна одолевать, вот, я же говорю, ягодой вообще, кроме малины и смородины, остальное вы просто пробиваете блендером, все, не протирать не нужно, вообще ничего, просто пробить блендером, это несложно, вот, но у вас вкус будет натуральный и не такой сладкий, поэтому, тут уже, конечно, на выбор ваш, так, тем более для детей, вот, для детей мы всегда стараемся хотя бы как-то сделать что-то натуральное, вот, у нас, как я и говорила, да, допустим, вот, на вот этом новом курсе, который у нас называется начинающий кондитер 2022, вот там идет все как бы на натуральном, то есть, такие десерты, да, которые есть в магазине, рахат лукум, щербет у нас будет, да, два вида, а второй он прям точь-в-точь, как сникерс, шоколадка, вот прям считай, в один в один, вот, то есть, это натуральный, да, продукт без использования всякой там чепухи, так, кроме вас, что, кроме вас, что-нибудь вкусненькое, кроме вас, о, господи, начинается вот это, вот сейчас, девочки, секунду, ой, так, а, все, уже, уже заблокировали, слава богу, вот, видимо, Катя мне помогает сегодня немножко, вот, и там пойдет все натуральное, то есть, маршмеллоу, да, натуральный, то есть, который вы сможете играться со 150 тысячами вкусов, зефир натуральный, да, если там и есть даже один рецепт на варенье, но, а, что ж такое, так, не знаю, получилось, не получилось, так вот, хоть он, да, один там и на варенье, но он на домашнем варенье, это разные вещи, потом, что у нас, да, птичка, да, это будет все натуральное, то есть, как бы без использования вообще каких-либо вот этих примесей, смородину и малину пробивать, почему нельзя, как протирать, смородину и малину мы пробиваем блендером и протираем через сито, потому что там большие косточки, их много, во-первых, если делать цветы, это вы их не сделаете, у вас забьется насадка, а, во-вторых, это будет очень сильно хрустеть на зубах, то есть клубника, это классно смотрится, вот и по вкусу, и по внешнему виду, без протирания, вы можете и, так скажем, и сделать цветы, и отсадить зефир, со смородиной и малиной, там нужно протереть через сито, потому что по-другому никак, но для меня это, конечно, утомительная штука, протирание через сито, малины и смородины, я обычно пользуюсь тоже, для ленивых, да, называется, потому что я, честно, не люблю долгие действия, мы берем, если есть шнековая соковыжималка, и через нее делаем пюре, малины, смородины, чего угодно, я вот купила, и тут даже купила на Алике, еще до всего этого, вот, и отлично, просто, так, Аня, я уже с вами, а я уже с вами в новом курсе, девочки, не сомневайтесь, огонь, спасибо, спасибо, да, там действительно будет круто, потому что будет очень много теорий, я в конце об этом расскажу подробнее, то есть, столько теорий, я думаю, нет ни на одном курсе, вот, сколько будет у вас, и теории, и будут в любом случае тесты, да, для того, чтобы вы как-то это все осмыслили, вот, потому что, ну, мне не, то есть, важность не того, чтобы вы это посмотрели, да, для того, чтобы вы поняли, и начали понимать, да, как сделать свое вкусовое сочетание, как сделать рецептуру, я вчера, я же говорю, вот, называется, с больной головой, и догам покоя нет, ну, то есть, все, да, по сути, я отсняла весь курс, я вчера, давай еще доснимать урок, начала делать теорию мармелада, вот, и понимаю, что, допустим, рецептура, которая на пектине, а у нас несколько видов мармелада будет, ну, то есть, она не подходит, которую я, да, изначально отсняла, она тоже будет, но она не подходит изначально под все вкусы, чтобы вы смогли сделать хоть с помидора, так скажем, этот мармелад, потому что, да, по сути, мы должны учитывать количество пектина в фрукте или ягодах, с учетом этого, у нас идет разное количество сахара и разное количество пектина, остальная база одна и та же, но, когда донести это новичку, то есть, что он должен там экспериментировать и пробовать, получится или не получится, поэтому, я вчера записала урок по мармеладу, с которым вы сможете сделать все, что хотите, хоть на алкоголе, хоть на овощах, хоть на фруктах, хоть на отварах, вообще без разницы, вот, и теперь я уже довольна этим блоком, который будет туда входить, вот, поэтому как-то так, девочки, честно, ну, очень много сил и знаний вложено в этот курс, но, как я говорила, попозже об этом расскажу, уже более подробно, и с картинками, да, кто в инстаграме, если сможет перейти, там будут с презентацией, в ВК, я не знаю, честно, возможно ли делать презентацию или нет, вот, секунду, время смотрю, чтобы в инсте, если что, сохранить эфир и перезайти нам, вот, но это будет позже, ладно, все, возвращаемся к нашему зефиру, так, сейчас я посмотрю начинку, потому что вот пока мы болтали, не просто так, мы болтали для того, чтобы, так скажем, наша начинка подзастывала, так, боюсь я, что не смогу ее вытащить, так, сейчас, секунду, еще раз гляну, ну, потому что, или мы еще с вами, я отвечу на вопросики, да, допустим, или расскажу еще немного, или продолжим, то есть я вот смотрю по самой начинке, потому что, если она не будет готова, естественно, да, уже ничего не выйдет того, что я задумала, так, 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 давайте тогда буквально я, ну, немного еще, да, расскажу, а затем мы продолжим, просто для того, хотя бы, да, чтобы начинка моя уже взялась более хорошим слоем, то есть она начала застывать, она уже не липнет к пальцам, но вынуть ее нельзя, и та часть тоже еще жидковата, я ее также убрала в морозильную камеру, вот, немного, да, пока тогда расскажу, то есть по программе, да, программа, сейчас и секунду пока, вот так, вот так, сделаю, ой, 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 вот, а потом тогда продолжим с вами, потому что, ну, блин, боюсь, я, что не застынет у меня ничегошеньки, так вот, секунду, здесь я сейчас как раз таки, вот, кому интересно, можно перейти пока на время в инстаграм, если кто в ВК, так вот, ой, не с того, да, не с того, ой, 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 выбрать другой, вот, все, нашлась, так вот, что вообще будет, да, у нас будет много различных блоков, то есть это такие десерты, то есть почему я выбрала именно их, да, для начала, для старта вашего, это все было основано на фоне вообще всей ситуации в мире, так как покупать сейчас дорогие ингредиенты, и продавать дорогие десерты и продавать дорогие десерты сейчас не всегда рентабельно, но есть такая штука, да, потому что люди стараются все равно экономить, вот, и, соответственно, нужно что-то придумать другое, то есть более бюджетное, из чего можно сделать много вариаций наборов и то, что долго хранится, вот, это было основное и ключевое, конечно, будут и торты, да, без них никуда, но они будут абсолютно без крем-чиза и всего вот этого остального, что нужно где-то искать и доставать. Так вот, первый блок у нас будет мармелад, что мы сделаем в нем? Во-первых, мы сделаем инвертный сироп для ваших десертов, инвертный сироп будет быстрым способом, вот, далее у нас будет мармелад жевательный, его можно тоже увидеть вот в инстаграме сейчас на слайде, у нас будет мармелад на варенье и будет мармелад смородиновый, он очень вкусный, с кремовой текстурой. Да, есть, ага, все, то есть, думаю, кто пишет, это я. Так, так вот, с кремовой текстурой он безумно вкусный, вот, я его сейчас практически сама и утоптала, хотя мне особо сейчас и нельзя, вот, и также будет новый еще вкус, вкус это апельсин и новая рецептура, которая универсальная, подходит под абсолютно все, плюс теория, теория на 7 страниц, что вообще подразумевается, да, во фразе теория, что это такое, то есть, это описание вообще каждого ингредиента, для чего он, что это вообще за ингредиент, как он работает в данном десерте, за что он отвечает, да, вот, в продукте, ну, то есть, как бы, если этого не знать, то возникают тогда вопросы, а можно ли уменьшить сахар, а можно ли там инвертный заменить глюкозным сиропом, а можно ли там то, можно ли все, ну, то есть, понимая вот эти все процессы, у вас просто отпадут эти вопросы, вы не будете впустую экспериментировать то, что, так скажем, вообще неразумно делать. Далее, это сама теория самого мармелада, то есть, особенности его приготовления, это условия и сроки хранения, это варианты обсыпки, а их, поверьте, очень много, это не только сахар, вот, как многие думают, это варианты десертов с использованием мармелада, это могут быть не только кусочки, ни там, ни квадратики, ни прямоугольники, это могут быть полноценные десерты с использованием мармелада. Как создать собственные вкусы и как сделать пюре, как сделать ягодное, как сделать цитрусовое, да, вот и так далее. Ну, то есть, это еще и не все, там очень много всего полезного. Далее, второй блок, который у нас будет, это блок маршмеллоу, ну, как бы без него тоже никуда, все, как я и говорила, долгого хранения. В блоке маршмеллоу мы сделаем шоколадный маршмеллоу, это мега шоколадный маршмеллоу, прям с хрустящим шоколадом внутри, очень вкусный. Далее, классический маршмеллоу ванильный, мы сделаем узелки, насыпной, также мы сделаем с вами косички, различные завитки и так далее. Вот, и еще один из вкусов, это у нас будет маршмеллоу с красной смородины. Вот, он с кислинкой, очень нежный такой, вкусный. Мне он безумно тоже понравился. Так вот, и также, естественно, теория, да, теория по маршмеллоу. Без нее также никуда. Практически в каждом блоке у нас есть полезная информация, то есть, это или теория, или какой-то другой полезный материал. Там, где нет теории, в принципе. Следующий блок, который будет, сейчас скажу, это птичье молоко. Вот, что будет в этом блоке. Мы сделаем классическую ванильную птичку с разными вариантами обсыпки. Также у нас будет клубничная, это вот прям моя любовь, клубничная сливочная птичка. И будет пп-птичка, потому что периодически всегда спрашивают еще десерты. Попадаются такие клиенты, когда нужны десерты без сахара. Вот, я не пп-специалист, да, говорю сразу, но какие-то рецептуры в базе у вас всегда должны быть. Вот, пп-птичка кокосовая. Мы сделаем ее двумя вариантами. Это шоколадной глазури, да, мы будем учиться темперировать шоколад. Вот, не бойтесь этого страшного слова. И также будет кокосовая, да, птичка. Вот, она очень вкусная. Сахарозаменитель там вообще не чувствуется. То есть у меня нет этого привкуса, хотя я чувствительная к сахзамам. Вот, поэтому его можно есть даже так. И самое классное, вот, для тех, кто, допустим, да, держит фигуру, не обязательно это должен человек болеть. То есть есть люди, да, которые следят там за фигурой. В ней всего один грамм углеводов. То есть в 100 граммах, представляете? Ее можно заесться и диабетиком, и просто тем, кто следит за своей фигурой. Также, естественно, будет теория по птичьему молоку. Как я и говорила, без теории нам никуда. Следующий блок. Это у нас будет, будут восточные сладости. Что здесь? Здесь у нас чербет гостовский. То есть это вот кто родился в СССР, да, наверное, знает этот вкус. Когда раньше на развес, вот мы ходили, не знаю, вот с бабушкой, да, на рынок. Вот, и там был вот этот чербет, который мы постоянно покупали на развес. Его большим ножом резали, да. Ты придешь домой и вот эту вкуснятину ешь. Вот, и то есть по вкусу он такой же. То есть вот такой, как был раньше. Не тот, который сейчас продают. У меня ребенок недавно принес в магазины. То ли в магните купил в упаковочке. Вот, честно, ничего даже близкого нет с тем чербетом, который был. Вот, поэтому сделаем щербет гостовский. Сделаем щербет шоколадный Сникерс. Он вверху как раз таки, вот в инстаграме, кто, да, вверху справа. Вот, он очень вкусный. Он, правда, напоминает шоколадку Сникерс. Вот прям очень сильно. Далее мы сделаем рахат лукум. Тоже можно делать очень много вариаций. Вы можете делать абсолютно любой вкус. Вы можете делать туда любые наполнители. То есть это тоже очень круто. Я старалась брать рецептуры такие, да, чтобы они были универсальны. Вы могли уже где создавать что-то свое. Далее будет у нас медовая нуга. Вот, ну куда без нее. Вот, она тоже нужна. Ее не только как преподносят, как отдельный десерт какой-то. Ее также можно использовать в торте и не только. Вот, то есть это касаемо восточных сладостей. Также в данном блоке мы будем разговаривать, как посчитать себестоимость и какую цену продавать. То есть об этом мы тоже будем говорить. Я буду объяснять. Вот, то есть как бы курс создан не только, да, для тех, кто просто делает для себя. Вот. Но и для тех, кто зарабатывает или планирует, да, зарабатывать на этих десертах. Потому что сейчас такое время, да, что многие думают вообще, как какие-то дополнительные пути, так скажем, дохода, да. Кто-то хочет вообще поменять профессию. Вот. Это как раз таки шанс. Это не день, не два, не месяц. То есть у нас курс достаточно продолжительный. Вот. Я сейчас в конце скажу. Как вы сохраняете фигуру, делая такие сладости? Девочки, не сохраняю. Я потолстела. Действительно. Сейчас я чуть похудела в связи, вот, как говорится, с операцией я прошла. И я хотя бы немножко вот схуднула. Ну, не на много. Вот. Но хоть немножко на 6 килограмм. Вот. А так, как бы, не получается у меня дальше худеть. Потому что постоянно ты, да, связан с этими десертами. Сейчас мне вообще их, в принципе, нельзя особо. Но в любом случае ты их пробуешь. А иногда и срываешься. Когда очень-очень вкусно. Так вот. Следующий блок. Так. Ой, 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 ой. Вот. Следующий блок. Это, ну, он без названия. Это как продолжение. Может, я не знаю, или восточных, или не восточных сладостей. Но вряд ли восточных. Вот. Просто следующий блок, да. Это у нас будет пастила классическая. Вот. У меня муж на нее просто подсел. Он ее, не знаю, большой. У меня такая была, ну, как бы, много в контейнере. Вот. И он за два дня умял все. Вот. И мне не досталось. Очень классная она. Далее будут зефиросэндвичи. Очень интересные. Вкус будет шоколад, вишня, коньяк. Вот такое интересное сочетание. Да, естественно, вы там сможете играться тоже с вкусовыми сочетаниями. Абсолютно с разными. Так. Я боюсь пойти в эту сферу. Поэтому я так склонна в полноте. Так. Ну, как скажем. Ну, тут надо просто не срываться прям по полной. А пробовать в любом случае придется. Но если вы сладкоежка, как и я, хоть даже вы не в этой сфере, вы все равно будете есть сладости. Но те сладости, да, которые с магазина, допустим. А в магазине, извините, там еще всякой гадости, что еще больше пополнеешь. Так хотя бы вы знаете, из чего это сделано. А когда вы начнете делать это на заказ, то уже у вас не будет такой тяги к сладкому. Вот я вам честно скажу. То есть, вот спустя уже сколько лет у меня уже, ну, нет такой зависимости, как раньше. То есть, я уже к тортам спокойно отношусь, там, и к другим десертам. Вот, но мне приходится пробовать, да, потому что, ну, потому что я, да, преподаю курсы. То есть, тут по-другому никак я не могу, да, что-то сделать, не попробовать. И как я буду потом описывать это все. Вот. Так, что говорила, что говорила. Далее про Нугу я сказала, и тут мы еще обсудим важный момент. Это санквины для домашнего кондитера. Я думаю, тоже многие задаются этим вопросом. У меня, вот, допустим, и в телеграм-канале, да, бывают периодами такие вот интересные вопросы. Там, бывают клиенты то на кухню просятся, то еще что-то. Ну, то есть, мы все эти моменты как раз-таки обговорим. Что, как, почему, что должен кондитер, что не должен. Вот. Далее, следующий блок, он также будет посвящен зефиру. То есть, зефир, да, многие знают, это прям моя бешеная любовь. Вот. И о нем, ну, я не знаю, нельзя говорить, что я знаю все. Все мы никогда ни о чем не знаем. Но очень многое. Вот. Так. Сейчас, секунду, поменяю слайд. Вот. То, что прописано на слайде, это не все, что там вообще есть. Вот. Что будет вообще в данном блоке? Вот сейчас я расскажу полную, да, программу. То есть, он самый обширный, зефирный, да, так как, ну, я сказала, это моя любовь, и это сейчас тренд, да, в любом случае. Зефир, зефирные цветы и так далее. То есть, люди это любят. Так вот. У нас будет, как я и говорила, зефир на домашнем варенье или джеме. Вот он как раз-таки внизу на дощечке у меня в слайде. Будет пп зефир без сахара клубничный. Будет у нас вот этот зефир, который у меня на варенье, это была слива. Ну, то есть, там не суть, что будет. Девочки, у вас, ну, только в инсту перейти. Вот. И мы позже еще загрузим вот эту презентацию. То есть, после эфира, ну, сегодня или завтра. Потому что, получается, ну, нет возможности в ВК, не знаю, мне не получается загрузить презентацию. То есть, может, это как-то и возможно, но я не знаю, как. Да, вот. То есть, как бы с инсты можно перейти пока вот эту часть посмотреть. Или она позже загрузится, пока послушать на словах. Так, у меня нет вашей ссылки на инсту. Катя, если ты здесь, если возможно ссылочку дать в ВК, в комментариях, то было бы хорошо. Вот. Так вот, дальше идем. Пп зефир, я сказала, да, это без сахара. Понятно, что это такое дело, да, на любителя. Но, но, да, я в ВК позже загружу программу. Это на любителя. Но, так скажем, это нужно тоже, да, потому что, потому что, потому что. Девочки, там разные сахарозаменители. То есть, ну, это все будет на курсе. Вот он там, не один. Там в тандеме идут. Далее, будет три технологии зефира. Это классическая, заварная и смешанная. Три технологии. Все они разные. Зефир получается разный по текстуре. То есть, есть с чего выбрать. Они все подходят для цветов. Вот. Ну и прекрасно долго хранятся. Далее, это будет работа ручным и планетарным миксером. То есть, можно работать хоть ручным, хоть планетарным. Это различные вкусы. Это будет яблоко, ананас, клубника, черника, дыня. То есть, сейчас впереди лето, да. И, соответственно, что-то интересненькое вы сможете приготовить. Но вкусы вы можете делать абсолютно разные, понимая процессы. Теория. Теория это просто, вот, я не знаю, отдельная, наверное, история. Да, потому что теория это на целых 25 страниц. 25 страниц теории плюс видеоматериал. По всему. Это пюре. То есть, как приготовить пюре. Какие пюре подходят для зефира. Какие пюре не подходят для зефира. Это о пектине. О пектине в зефире мы должны знать. Потому что, когда-то мы добавляем пектин. И также, для классической технологии, мы должны знать количество пектина, да. Для того, чтобы у нас зефир получился. Это теория об агаре. Вот, это тоже нужно знать. Это пересчет агара. Потому что, если у нас силы разные в рецептуре, да, то его нужно пересчитать. Это о белке. Все о белке. Все об альбумине. Потому что, это в любом случае разные вещи. Все о белом сахаре. Все о коричневом сахаре. Какая температура сиропа. Для какого десерта подходит. Мы же не даром варим, да, сироп, допустим, для зефира до 110 градусов. Допустим, белково-заварной крем, да, там уже другие температуры выше 120 градусов. Ну, то есть, это все неспроста. Да, я думаю, вы это понимаете. То есть, у вас будет табличка. Далее. Так, что это, что это. Далее пойдут технические сахара. То есть, технические сахара. Это у нас инвертный сахар. Поговорим о нем. Это будет о глюкозном сиропе разговор, да. Потому что они все взаимодействуют у нас с зефиром. Это о изомальте. То есть, как раз-таки о сахарозаменителях. Где мы можем и как менять сахар. Потому что есть сахарозаменители, которые можно практически стопроцентно поменять на сахар. И они по своему действию точно такие же. Так, вот. Далее. Это будет об изомальте. О триголозе. Я думаю, многие даже не слышали этого слова. Да, триголоза. Вот. Это сахарозаменитель. Очень интересный по своим свойствам. Но и о нем стоит тоже знать. Не просто так я о нем говорю. Это амальтитол, инулин. Это эритритол. То есть, обо всем этом будет рассказано в теории. Также теория самого зефира. То есть, что необходимо для него. Какой инвентарь. Где отсаживать зефир. Потому что тоже бывают по этому поводу полемики. Где и сколько хранить зефир. Обсыпка зефира. Как понять, что зефир готов. И от чего зависит время стабилизации. Вот. И также частые ошибки. То есть, это все в теоретическом материале. Его достаточно много. Кто-то воспринимает на слух. То есть, будет видеоматериал и плюс PDF файл. Вот. Достаточно обширный. То есть, видите, сколько закрывается вопросов у вас. И, соответственно, после этого вы не будете задавать глупые вопросы. Которых, в принципе, не должно быть. Если вы кондитер. Вот. Если вы любитель. Но планируете перейти в кондитеры. Да. Это уже так же. Вы должны, естественно, знать. То есть, кондитер не только должен знать рецепт. Да. И не понимать, почему у него получилось или не получилось. То есть, он должен понимать все процессы химические. Но без этого никак. То есть, если вы хотите уважать себя. И чтобы вас также уважали клиенты. То есть, нужно быть грамотным в этом плане. А не так. Вот у меня рецепт рабочий. Ну и все. И я даже не заморачиваюсь. И больше другое не делаю. Вот. То есть, вы в любом случае. Это такая творческая профессия. Где вы должны создавать что-то свое. Так. Далее. Следующий блок. Это торты. То есть, там с восьмого по десятый блок. Это пойдут торты. Сейчас вот у нас осталось немного. И потом уже о ценах, целях и так далее я расскажу в конце. Я надеюсь, что начинка наша уже подзастыла. Так. Девочки, я делаю всегда в записи. Для того, чтобы, во-первых, было более хорошее качество картинки. И, во-вторых, вы не зависели от времени. Вот. Поэтому давно уже делаю именно так. Так. Выбрать другой объект. Торты. Итак, у нас будет три торта. Это практически конструктор. Потому что здесь, в данных тортах, можно менять местами бисквиты. Можно менять местами начинки, крема, крем для выравнивания. То есть, все между собой взаимозаменяемо. То есть, в этом большой плюс. И, соответственно, вы можете создать свои вкусы. Правильно? Правильно. Так вот. Первый торт у нас будет йогуртовый. Я не буду, честно, ну, как бы рассказывать полную картину. Что в нем да как. Ну, то есть, торт йогуртовый. То есть, у нас будет один торт мужской, один женский, один детский. Для того, чтобы для тех, кто начинает с нуля, была база, да, какая-то, что они могут сделать. Так вот. Торт йогуртовый мы сделаем в виде пня. Покрытие все без крем-чиза. Все. Отходим от него. Хватит. Вот. Потому что сейчас крем-чиз стоит, как боинг крыла, да, так скажем, самолета. Вот. Вернее, как крыло самолета, да. А то я прям сказала набор слов. Вот. Поэтому. Поэтому все у нас без крем-чиза. Для того, чтобы мы пошли в обычный магазин, купили продукты, пришли и сделали покрытие. Все. Не обязательно бежать куда-то в кондитерский, потому что бывает срочно нужен торт, а у меня его нет, да. И куда бежать, и что делать. Так вот. Как цены сейчас на него глянь, что вообще. Глаза на лоб лезут. Так вот, сделаем покрытие без крем-чиза в виде пня. Отсадим цветы, достаточно простые, которые, в принципе, сможет каждый. Это у нас будут одуванчики, будет мелкоцвет, будет лаванда, васильки и листва. Вот. Достаточно все просто, быстро, вот, без лишних каких-то заморочек. Естественно, сделаем эффект вот этой коры. Вот. И рисунок пня самого, да. Вот. Следующий торт, который будет... Так, так, так. Это торт Тафита. Вот. Это шоколадный торт. Такой мужской, брутальный. Что у него, да? Во-первых, мы его сделаем. А, ну, так вот, примерно, да, структура. То есть, это шоколадный бисквит. У нас это хрустящий слой, это очень вкусный крем, да, не буду говорить, что за крем, но очень интересный. Вот, как всегда, напоминаю, все без сыра творожного. Сделаем его в виде пивной кружки. И также еще отсадим креветки. Потому что, смотрю, раки есть везде, там, да, я так сперва хотела с раками, потом смотрю, вроде уже и везде раки есть. Вот. Вот, в этом думаю, а если сделать креветки? Сделала креветки. Вот. Думаю, тоже интересно. Вот. То есть, сделаем вот такой интересный тортик. А также здесь еще, да, на разрезе можно видеть, что будет присутствовать вишня. Вот. Следующий торт. Это у нас, это у нас. Секунду. Секунду. Так, не нахожу. А вот он. Вот, это детский торт в детском оформлении. Это не значит, что он детский, да, но он в детском оформлении. И вообще, по сути, его очень хорошо заказывают дети. Это творожный торт. Ну, то есть, одно название, да, уже понятно. Вот. Но там такое вкусное покрытие. Вы просто не представляете. Крем-чист там вообще рядом не стоял. Его вы можете, естественно, на любой абсолютно торт переместить. Вот. Но он действительно, вот, покрытие просто. Вот, если вы попробуете, вы уже другое делать не будете. Так вот, сделаем мы, ну, такой торт, да, это три разных бисквита. В трех тортах три разных бисквита. Это разные крема. То есть, здесь у нас творожный крем внутри один вид. И творожный крем на покрытие это второй вид. Вот. Далее мы сделаем шоколадные шары. То есть, поработаем и с этим. Сделаем рисунок на торте. То есть, я расскажу, как перенести рисунок. Нам не нужно быть художниками вообще ни разу. Вот. То есть, все расскажу, покажу, как перенести, как покрасить. То есть, вот это покрытие подходит нам и под рисунок. Соответственно, это очень бюджетно. Вы понимаете, что вы не можете этот рисунок сделать хоть сбоку, хоть сверху. Вам не нужно где-то бежать судорожно покупать картинку вафельную или сахарную, на которой сейчас цены тоже выросли достаточно высоко. Вот так как я сама продаю такие картинки. У меня принтер. Соответственно, цены выросли на эту бумагу. Вот. И, соответственно, вы сможете сделать абсолютно любой рисунок, какой душе угодно. Имея только в руках расцветку перерисованную. Не суть. Вот. Это у нас... Ну, по... Ну, скорее всего, палочками не получится. Сейчас я свет включу. Палочками, скорее всего, не выйдет. Ну-ка. Так, лучше? Лучше, да? Лучше. Вот. Палочками, скорее всего, не выйдет. Но в мешочке она уже такая, подгустела. Поэтому, думаю, получится. Вот. И в конце тогда уже сделаем. Я вам расскажу о тарифах. Вот. Для кого, зачем и почему. И сколько будет идти курс. Весь курс будет идти 10 недель. Достаточно много. То есть цена для такого объема и для такого количества времени. То есть я не обещаю вам, да, за два дня я стал там суперкондитер. Нет, конечно. Вот. Соответственно, у нас с вами два с половиной месяца на все про все. И прекрасно, естественно, я понимаю, впереди лето, да, можно взять отсрочку в плане домашних заданий, да, вот, и прохождение курса. Это не проблема. Вот. Единственное, просто сейчас только один поток больше в ближайшее время не планируется. Так, убираю слайд. И сейчас, так как у меня уже здесь 69 минут, в инстаграме я сохранюсь и перезайду. Вот. ВК мы продолжаем. Так. Так. Виснет, зависла. Так. Девочки, пишите. Нормально все, не зависло, ничего. Так, сейчас у меня сохраняется эфир, первая часть, и мы приступаем, собственно, так, к основному моменту. Так, перевожу сразу камеру. Так, сейчас норм, все, отлично. Ой, 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 ой. Вот попробую сфокусироваться, чтобы видно было и то, и другое. Ну, вот так, девочки, по-другому не получится. С этой стороны будет сироп. Вот, с этой, все остальное. Так. Все, ок, все, ок. Все, хорошо. Итак, как я говорила, сейчас по громовкам не заморачиваемся, все будет прописано. В деже у меня яблочное пюре, сахар и яичный белок. Пюре я прогрела, его размораживала, да, потому что у меня все это хранится в морозилке, естественно. Я его разморозила до теплого состояния, добавила сахар, перемешала, затем добавила белок. Все. Далее. Сотейники, вода. Сюда я отправляю агар. Сахар у меня сила 900 в Китае, для того, чтобы вы ориентировались. Если ваша сила выше, то, соответственно, нужно будет пересчитать количество агара. Так, ага. Далее. В дополнении нам нужен сахар, пока мы его не отправляем никуда. И глюкозный сироп. Глюкозный сироп можно заменить инвертным, только будет чуточку слаще. Вот. Потому что инвертный сироп имеет сладость выше, чем глюкозный. Так, достаточно намного. Далее беру лопатку. Перемешиваю наш агар с водичкой. И теперь начинаем приготовление. Так. Ага. Смотрю, смотрю. Смотрю ж комментарии. Итак. Включаем сперва взбиваться нашу фруктово-белковую массу. На высокой скорости сразу до посветления. И чтобы прослеживался первый рельеф. И затем только начнем варить сироп. Ухан Speaker 3 Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 весь разобьется пока успокаивается сироп показывая что у нас с белком вот такой белок так девочки начинаю вливать сироп уверенно вливаю счищаю со стенок добавляю коричневый краситель все готово не нужно тут медлить сироп вливаем активно иначе масса у вас застынет прямо в деже это не заварная технология классика быстрее остывает соответственно сироп мы не то есть раньше когда еще только начинались вот эти зефироделы то есть говорилось вливаем прям тоненькой струйкой то есть ничего подобного если вы будете его цедить у вас масса застынет прям здесь и многие на это до сих пор жалуются что масса быстро застывает они еще ничего не отсадили да потому что сироп вы вливаете еле-еле перемешиваем обязательно массу как видите кофе растворился и разошелся перекладываем прекрасный аромат вот перекладываем в мешок мешок я взяла сразу большой у меня 60 сантиметров подворачиваю и перекладываю массу девочки смотрите если зависло у кого-то потом пересмотрите я сохраню эфир вот пересмотрите хоть в инстаграме хоть в ВК так что не переживайте куда вам нужно и так все у меня скорее всего не влезет сейчас посмотрим ну пусть столько вот тут осталась еще часть зефира я ее пока уберу в свою сушилку так берем нашу форму немедлим помним да зефиром медлить нам нельзя так чтобы же видно еще же было сфокусироваться надо девочки пока на вопросы не отвечаю просто вот не до этого в конце на все отвечу так берем нашу начинку что я не подумала вот возьму та у меня не застыла вот я возьму которая у меня уже была и плюс которая была в мешочке она под застыла достаточно неплохо в принципе можно воспользоваться ей видите она стала какая плотненькая то есть это прям вот в принципе то что нужно вкусно так берем наш зефир и теперь тщательно вот так как у нас здесь зернышки да то есть хорошо проходимся сперва вот прям носиком упираемся форму и сперва проходимся именно вот как как рельеф так скажем так девочки мы а когда кофе что не совсем поняла но давайте потом я отвечу я пролистаю потому что сейчас я боюсь что если зефир мой застынет это все-таки не заварная технология где мы еще можем там что-то рассказать кому-то вот здесь нужно работать быстрее так бок проходим все лишнее потом счистится так и теперь делаем больше слой так убираю пока в сторону берем нашу начинку я отрезаю здесь побольше кончик раз она в морозилке застынет то вы прям палочками выкладываете если как у меня сейчас вот так выдавливаете только не до конца чтобы место немножко осталось по бокам для зефира так ну палочки тут уже ни к чему далее как я говорила я добавлю вот такие шарики криспос можно обойтись без них это не обязательно но они классные закрываем зефиром я не знаю я не знаю что далее немножко пищу палеткой бока и укладываем наш бисквит который мы сделали с вами заранее вернее не с вами а я в любом случае потом выставлю рецепт и его прижимаем то есть до вдавливаем зефирную массу чтобы он потом у вас отдельно от зефира не вышел нет кофе молотый я не советую можете попробовать может вам понравится но как бы мне не зашло все то есть выложили бисквит и теперь оставляем на застывание сейчас вот пока мы будем с вами болтать возможно сможем его еще вытащить у меня осталось немного зефира еще обсыпать у нас еще помните да смесь для обсыпать так еще часть зефира сейчас посмотрим что там с ней она еще мягенькая хорошая вот поэтому можно отсадить просто зефирками еще остатки то есть те кто вас прошли ли деть все можно если захотеть я возьму маленький мешочек и большую насадку у меня французская звезда если делать торт что можно взять диаметр 16 сантиметров допустим так но здесь у меня на не знаю слегка хотя начинает уже видите с возле носика стабилизироваться хотя внутри еще достаточно мягенькая так единственная не подготовила ничего ну возьму просто подложку да то есть можно сделать еще ракурой убегает ракушки самое простое выдавливаем и у вас получаются кофейные ракушки можно допустим взять вот эти палочки до которые у нас застыли нарезать их на квадрате и вот так сверху так убегает у меня чуть-чуть эфир накрыть эту начинку пока не могу прочитать девочки извините меня позже тогда так ну здесь у меня уже зефир не поместится я просто такие мини-звездочки отсажу как говорится чтоб было конечно классика она дольше срабатывает тем более здесь будет уменьшенное количество агара нежели допустим допустим так сейчас я смотрю ну может еще и удастся я смотрю он уже под застывает вот поэтому может нам и повезет чтобы я показал процессы вот и зефирки как раз таки сейчас под застынут можно будет разрезать с начинкой посмотреть так секунду по мою руки так так сейчас прочитаю девочки кофе добавила когда получается мы с вами приготовили сироп он остывал то есть пузырьки уходили в этот момент я добавила кофе но мы же не завариваем кофе мы ссыпаем сухой девочки понимаете получается что вы тогда варите долго кофе вот и он отдает свою кислоту ну смотрите сами я говорю пробуйте то есть я вот делаю так как но мне по вкусовым сочетаниям нравится так теперь мы идем к вам гости на чай приходите так как лучше для торта стабилизированная начинка или как у вас честно подойдет и так и сяк вот тут зависит от того насколько то здесь вам ну так для плот вот там тема вы допустим он у вас стрел и затем у вас начинка будет такая же как и с морозилки принципе так красивые ракушки спасибо прямо сухой молотый кофе добавили да прям сухой молотый кофе но не молотый а гранулированный вот я показывала у меня карт нуар то есть я вообще люблю карт нуар но к сожалению я это и не попробую кстати десерт не попробую потому что мне сейчас год нельзя кофе вот единственное единственная моя проблема то есть что мне нельзя из продуктов сейчас так это кофе вот так что хотела сказать кофе сублими да кофе сублимированный то есть не нам не нужен молотый нам нужен сублимированный кофе в идеале в порошке по типу вельвет вот он вообще классные но в гранулах тоже подходит спокойно так теперь здесь читаем до кофе растворимы нет на какао заменить нельзя у вас масса поплывет нам нельзя жир то есть вот почему я говорю что важно понимать теорию зефирную то есть понимать что для чего почему и так далее чтобы не было лишних вопросов и вы понимали процессы вот то есть на белок белок не любит жир соответственно все что там где есть жир мы не можем использовать в зефире а если можем то только в быстрых каких-то целей целях да допустим и там и тогда переклады они поплыла эфир может вот единственная операция их у и 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 цена вы но право это прям где у меня здесь об там ой нет Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Круто. Как ставить цену и не обидеть себя? Как правильно публиковать отзывы? Дополнительные способы заработка, продажи в празднике, как их организовать, Сарафанная радио, когда что-то Маша съела торт и рассказала там Пете. Вот тут есть, так скажем, этим управляемым. Мать, да, как вы набрать вам. Также клиенты, сервис, механизм, конкурс. Далее, сейчас, секунду. Десертов торт. Вот. Секунду. Также сюда входит весь материал и уроки у вас остаются навсегда. Следующий тариф, который еще будет. Другому, допустим, плюс футфото. Или десерты продажи плюс футфото. То есть оно все взаимосвязано по своей сути. То есть мы не можем продать десерты, не имея красивых фотографий. Ну то есть, блин, ну не будет так. Все мы и вы такие же, в том числе. И гласные. После того, как мы сняли, мы сняли, мы сняли. И вот. То есть именно. И мы сняли. И сейчас. Такой-то. И которая вас знает. Это история. Она и присветила. Цель. Вот. А если вы. В базу, да, в любую ванну нужны быть. Нужны красивые фотографии. Сейчас скажу об этом. Я подобрала специалиста, у которого вообще я получаю сама фотографии. То есть я тоже видела свои изъяны в этом. То есть я понимала, что мне вообще нужно как-то, так скажем, повысить свой уровень. Сейчас, то есть я на этом курсе по фотографии. Вот. Это очень обширная вообще тема. Это не просто я там встал с фотокамерой, сфотографировал. То есть там столько нюансов, вы не представляете. Вот. Так, секунду. Что будет в фут-фото. То есть вы определите для себя подходящий вариант съемки. И узнаете, как сформировать свой уникальный стиль, чтобы отличаться от конкурентов. Вы сможете подобрать под ваши задачи подходящие фоны реквизиты, отражающие ваш уникальный стиль. То есть в любом случае вас должно узнавать, который будет выглядеть на фотографии стильно и красиво. Далее. Вы освоите технические настройки, элементы красивой фотографии. То есть кто на телефон. Если у кого-то есть камера, то, соответственно, камера. Вот. Научитесь видеть подходящий свет. Составлять гармоничную композицию. Находить подходящий ракурс для съемки. Вы узнаете, как искать вдохновение для съемки своих изделий. И фотографировать насмотренность для своего роста и развития. То есть за такую цену, девочки, это честно кладезь информации. Вот будет вести курс Евгения. Она достаточно долго работает в этой сфере. Если вам о чем-то говорит Алина Ахмадиева, то она у нее в свое время тоже работала. Куратором как раз таки по фудфото. Поэтому с этим она уже давно. Вот очень такой настойчивый, дотошный человек, который любит, чтобы было все идеально. Но это в самом деле круто. Сейчас вот покажу примеры. Когда, допустим, у нас фото до и после. То есть курса. Вот, допустим, фотография. То есть это тоже сейчас можно посмотреть в инсте. Эклеры сфотканы с разными ракурсами. И тем не менее, посмотрите, какой результат. Например, еще покажу. Вот тоже, да, торт. Вроде бы и реквизит практически один и тот же. Но тем не менее, что-то добавили. Бывает вообще, такую мелочь мы добавляем. И уже вид совершенно другой. Чуть-чуть наклон камеры. И уже вид тоже другой. Очень много фишек, да, есть именно по съемкам на обычный телефон. Ну, это вот тоже, допустим, да, фотография, когда уже ты, так скажем, в начале пути, да, и уже сделал десерт другого плана. То есть это все вот как раз-таки ее ученики. Когда до десерта, как он выглядит после. Ну, то есть, как бы, я думаю, это очень круто. А теперь, как раз-таки, да, по тарифам и так далее. Просто, да, поставлю на заставку. Так вот, во-первых, цель, да, то есть цель, это не только отработать проверенные рецепты. То есть цель такова, что вы должны понять все процессы, которые происходят в данных десертах. Почему именно тот или иной ингредиент, почему он именно в таком количестве, нельзя его сделать меньше. То есть для того, чтобы вы на выходе смогли создать свои десерты, свои вкусовые сочетания собственные, а не только идти по проторенной дорожке. То есть это очень важно, чтобы на выходе вы были не любителем, а именно профессиональным кондитером. Вот, что здесь вообще, да, то есть, во-первых, будут домашние задания, без них никуда. Но я говорила, так как лето, возможно, отсрочка по выполнению домашних заданий. По домашним заданиям, то есть идет блок, да, допустим, блок мармелада. То есть из этого блока нужно сделать один вид мармелада для домашнего задания. То есть один вид, я думаю, освоит каждый, плюс, да, теорию. Вот, и так, соответственно, да, по каждому блоку. Всего длительность 10 недель. Это очень много. Курс у нас стартует 25 мая и заканчивается 3 или 2 августа. Ну, то есть понимаете, да, какой обширный период. То есть впереди гора праздников будет, как раз-таки, после вашего выпуска. И, соответственно, вы уже будете готовы ко всему. Эти десерты могут пойти на любой абсолютно праздник, какой душе угодно. Вы можете сделать такие сочетания наборов, это вот вообще богатых, и которых не у каждого есть. Вот, далее, это обратная связь, да, естественно. То есть обратная связь лично от меня по курсе, допустим, да, по продажам. Это вот обратная связь именно от специалиста по продажам. По фотографии это обратная связь от специалиста по фотографии. Ну, то есть как бы все вот таким образом. Далее, это чат поддержки, естественно. С чата поддержки я никогда никого не убираю. То есть вы остаетесь там навсегда, и я там тоже остаюсь навсегда. Бывает так, зачастую, даже если курс закончен, я все равно отвечаю на вопросы. То есть обычно я никого никогда не бросаю. Далее, уроки у вас также остаются абсолютно навсегда. Уроки находятся на Яндекс.Диске. Вот, раньше все уроки были на Ютубе, но в связи вот с этой всей ситуацией, я боюсь сейчас выкладывать на Ютуб, так как есть подозрение, да, что его тоже заблокируют. Ну и соответственно, вот, все у нас на Яндекс.Диске. Можно или скачать, или просматривать по ссылке. Любой вариант, какой вам удобен. Выходит, выходит все понедельно, то есть в неделю первый блок, да, там вторая неделя второй блок и так далее. В ближайшие дни, я думаю, пару дней появится список необходимого и программа уже в чатах. Девочки уже там активно знакомятся. Далее. И курс, естественно, не только, да, для новичков, он и для тех, кто вообще сомневается, допустим, в себе, сомневается в своем опыте, есть какие-то пробелы и проплешины, то, соответственно, вам на этот курс. По стоимости. Первый тариф. Это десерты. То есть там только идут выпечка и десерты. Стоимость 3 800. Далее. Следующий блок. Это, вернее, следующий тариф, это десерты и выпечка плюс продажи 5 300. И отдельно вы можете приобрести тариф фуд-фото. Стоимость всего 1500 рублей всего-навсего. Есть рассрочка 50 на 50. Рассрочка для первого тарифа, который 3 800 на 3 недели. В тарифы остальные, ну, то есть, да, продажи или, допустим, фуд-фото плюс десерты. Вот там рассрочка на месяц. То есть за месяц, я думаю, вполне это нормально. Цена более чем адекватная за 2,5 месяца. Ух ты! Так, а у меня, кажется, слетел эфир в инстаграме. Так, девочки, эфир идет, да? Напишите мне в ВК. И почему у меня все вышло. Так, ну, в инстаграм я чувствую, уже не зайду. Почему-то меня тут вообще нет. Так, ну, с инстаграмом тогда все. Очень обильно, конечно, вот эта часть не сохранилась. Но я надеюсь, может, с ВК ее получится как-то скачать и дозагрузить. Вот, вот такая программа. Кому интересно, по ссылке от ВК есть в шапке профиля ссылка. Там еще раз можно ознакомиться с программой. Также там есть реквизиты. Не ведитесь, пожалуйста, если кто-то пишет вам сторонне. Вот, отвечаю на сообщение. То есть только от имени сообщества или со своей там личной. Да, еще страницы могу ответить. И на этом все. Потому что были такие случаи мошенничества. То есть лучше задайте лишний раз вопрос. Правильно? Вот. Когда начинают писать от моего имени, представляясь там помощниками, администраторами и так далее. То есть в ВК пишу только я. И все. Вот. Там есть товары. В товарах прописано как раз таки начинающий кондитер 2022. Вы нажимаете на него и сразу переходите в сообщение. Там пишите. Хочу там курс такой-то, такой-то и такой-то тариф. Вот. И я вам высылаю реквизиты. Или же прям в программе по ссылке есть уже реквизиты. То есть можно по ним оплатить и выслать ссылку. Оплачивают только на Сбербанк, девочки. Тоже. Потому что мало ли мошенники. Только Сбербанк и ничего более. И там, естественно, должны высветиться мои фамилия и имя, отчество. Журавель Анна Юрьевна. То есть вот. Все. Это на тот случай, чтобы вы не попались ни на кого. Так. 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 Девочки, если есть вопросы, пишите. Вдруг по курсу какие-то вопросы. Если так нет, то продолжим с вами. Я надеюсь, сейчас будем пробовать доставать. Так. Что-то я тут читала. Кофе сублимированный. Ой, это я читала. А если в зефир в конце добавить немного Бейлиса? Ну, я не знаю. Грамм 5 можно попробовать. Но я бы не советовала. Во-первых, перепад температур. Во-вторых, это лишняя влага, которая потом у вас может вылезти через время на вашем десерте. И зефир будет плакать. Так. Вроде бы все. Все ответила. Сейчас я переверну камеру. Блин, конечно, с инстаграмом очень жалко. Почему я вышла со всего? Так. Сейчас смотрим. Отодвигаем. Края. Так. Теперь мне нужна такая бы подложечка. Какая-нибудь хорошая. Так. Это у меня, наверное, узкая. Хотя нет как раз. Есть у меня вот такие подложки. Я их брала тоже на Simoland. Вот они как раз таки подойдут для рулета. Девочки, разрез я покажу позже, потому что, ну, мне надо сфотографировать. Все равно рулет. Вот. Такая подложка. Старайтесь не пользоваться золотой стороной. А, кстати, он наш зефир. Но он еще, конечно, такой мягкий. Хочу показать. Вот, допустим, да, зефирки. То есть внутри у нас вот эта начиночка. То есть вы соединили, и получается начинка у вас внутри. Вы разрезали и красивый разрез, и вкусненько. Так. Так, это по поводу зефирки. Но она еще мягкая. Это классика. Еще у нас тут уменьшенное количество агара для того, чтобы, ну, так скажем, это был ближе все-таки как бы торт, да, там рулет, а не зефир. Так. Он научится одно удовольствие. Спасибо. Так, я беру подложку. Переворачиваю и пытаюсь снять. То есть снимаем. У нас остается вот этот наш коврик, который был текстурный. И, соответственно, аккуратненько теперь его снимаем. Сейчас покажу поближе. Да, с начинкой очень круто. Посмотрите, какая красотень. То есть все в кофейных зернышках. Может быть абсолютно любое, все что угодно. Но единственное, да, я не советую сразу обсыпать. Вот вы сняли. И пусть у вас постоит еще зефир часов пять хотя бы. Пусть постоит. А затем его можно уже обсыпать. Вот. Но обсыпка потом, конечно, возьмется не так активно, как сейчас. Вот. Поэтому, если вы не планируете убирать его особо в холодильник, так скажем, то, по сути, можно обсыпать и сразу. Есть знак. Наша обсыпка. Напоминаю, у меня здесь какао и сахарная пудра один к одному. Я сейчас переставлю сюда для того, чтобы стол не пачкать. Вот. Эффект очень классный. Я же говорю, а форма достаточно бюджетная. Сито у меня, конечно, такое крупноватое. Хочется по чуть-чуть. И у меня не получается по чуть-чуть. Можно не обсыпать, но без обсыпки со временем он покроется такой резиновой корочкой. Сюда, кстати, вот в эту обсыпку можно добавить, допустим, немножко кофе тоже. И вот этот бачок. То есть нам его тоже надо слегка обсыпать. Ой, убегает. Вот. Я потом покажу разрез. Ну, сфотографирую его, да. И покажу. Так, а вот эту часть, я не знаю, честно, мне не хочется обсыпать. Вот. Так, сейчас секунду посмотрю, что вы пишете. Вот, достаточно такая интересная вот задумка. Посмотрите, вроде бы из зефир, да. Но, тем не менее, его можно прекрасно предложить, как альтернатива классического торта. Вот. И делается это быстрее, чем торт, в любом случае. Так, пусть он у меня теперь постоит. Потом я его сфотографирую. То есть, вот такие, видите, кофейные зернышки прослеживаются. Вот. Если вы не хотите обсыпать его темным, то можно просто обсыпать сахарной пудрой. Но только, наверное, лучше где-то через часик. Хотя бы. Так. Как хранить в холодильнике? По сути, по сути, вы можете хранить его как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Несмотря на вот эту начинку, да, которая там есть. Так, Аня, скажите, домашние задания необходимо будет сдавать по окончанию курса или в течение курса? Смотрите, домашние задания сдаются в течение курса. Но есть отсрочка по домашним заданиям. Потому что лето, да, понятно. У кого-то отпуск, кто-то уезжает. У кого-то срочно там огород. У кого-то что-то еще. То есть, по сути, вы можете, допустим, приобрести курс. Понимаете, да, там вы вот эту неделю не вкладываетесь. Или две недели. Вы просто мне пишите. Там, Аня, я сейчас не могу. Можно мне сделать отсрочку. Там пишем дату. Вот. Когда вы потом начинаете. То есть, с этой даты у нас идет отсчет дальше по домашним заданиям. Вот. Но вы понимаете, да, для чего мы идем вообще учиться. Для того, чтобы, во-первых, проанализировать не было такого, там, вы сделали плохо, хорошо. И вам говорят, ой, все классно, все замечательно у вас. Хотя на самом деле вообще не так. Вот. Потому что не хотят заморачиваться. То есть, вот кто сейчас у меня на курсе по кремовой флористике, я думаю, знают мою обратную связь. То есть, нет вот этих похвалушек одних. Не, ну, похвалушки должны быть, естественно. Но нет такого, что плохо, хорошо. У тебя все хорошо. То есть, должно быть четко, да, по замечаниям. Что, как, почему там не получилось. Почему получилось. Вот. И так далее. То есть, это должно быть обязательно. Поэтому, естественно, вы должны быть сами заинтересованы в домашних заданиях. Также, не помню, говорила, нет. Будет, естественно, сертификат. Если вы не можете, допустим, с потоком, да, как поток идет. Вот первая неделя, да. Первая неделя, соответственно, у вас идет что? Допустим, вот первая неделя у нас будет мармелад. Вообще вот так. Открою тайну. Соответственно, за первую неделю вы должны выполнить один вид мармелада и сдать теорию. Все. Потом идет следующая неделя. Но если вы не успеваете, то, соответственно, делаете позже, да, но только предупреждаете. Можно так оставить, как настоящее. Не совсем поняла вопрос. Вы имеете в виду не обсыпать? Да, вы можете, как я и говорила, не обсыпать. Но лучше обсыпать хотя бы сахарной пудрой. Вот, потому что покроется потом у вас резиновая корка. Если вы планируете скушать его там в первые сутки, полтора, то вы можете его не обсыпать вообще ничем. Если позже, то я советую все-таки обсыпать. Вот. По срокам он дней, сейчас я скажу, дней 7 он спокойно хранится. 7-8. А теорию, как сдаем? Девочки, смотрите, я долго как бы думала. Сегодня вроде бы я нашла выход этой проблемы. Вот. По поводу теории. Будут тестирования. То есть будут те тесты с вариантами ответов. То есть нужно будет набрать определенное количество баллов. Вот. То есть я вам буду высылать ссылку на тест. Вот. Вы сдаете. Делаете скрин. Сколько вы набрали баллов. Вот. И этого будет достаточно. Но стараемся, естественно, да, это вы делаете не для меня, вы делаете для себя. Не так, что я там рядом держу листик и еще правильный ответ. Вот. В любом случае вы должны быть честны перед собой. То есть это для вас в первую очередь, чтобы вы понимали все. Если не понимаем, то, естественно, задаем вопросы по теории. Да. Вот. А как это объяснить? Ну, я старалась все более-менее доступным языком рассказать. Так. И ракушки можно обсыпать. Да, ракушки тоже можно обсыпать как раз-таки или этой смесью, или вы можете, так скажем, обсыпать сахарной пудрой. Чем угодно, но только вот ракушки мы обсыпаем уже после того, как зефир созреет. Это ориентировочно часов 10-12, так как это классика. При условии того, что у вас невысокая влажность в помещении. Так, девочки, есть ли еще вопросики? Вот. Я рано обсыпала, да, но я думаю, вы это понимаете. Зефир еще толком не застыл. То есть у меня есть такие проплешинки немножко. Вот. Он сейчас стабилизируется. Я, соответственно... Давайте, наверное, разрежем, а? Я, в принципе, смогу сфотографировать и по-другому. Все равно мне нужен будет разрез. Так, сейчас я разрежу, но он, конечно, еще, понимаете, такой у меня. Так, немножко вот кусочек. Что там еще начинка не застыла. То есть он еще... Такой как бы... Живой. Но внутри он достаточно красив. Посмотрите. То есть зефир, наша начиночка, бисквитик. То есть все гармонично смотрится. Можно постараться поровнее уложить зефир, да. Тогда у вас начинка прям четкая будет. Вот. Можно взять эту начинку, как я говорила, заморозить, допустим, в форме сердечек или кофейных зерен, если у вас есть форма, и проложить. И, соответственно, при разрезе у вас будет или сердечко, или там кофейное зерно и так далее. Но посмотрите, он очень классно выглядит. И у него супер... Ой, аж занюхала. Это кофейный аромат. А начинка тоже очень классная. Советую ее попробовать. Не научно.